Добрый день в Нью-Йорке, дорогие друзья! Сегодня 24 декабря, не по армянским канонам, по канонам других направлений христианской религии, это называется Christmas Eve, ну, день до Рождества Христова. Рождество Христово здесь отмечается 25-го числа, у нас 6-го, 6-го января. Сейчас 4 часа 14 минут вечера. Я разговаривал с моим дорогим далеким другом Ококом. Он имеет амшенское происхождение. Он наш замечательный друг, далекий друг, потому что я, естественно, с ним не встречался. Я хотел сказать, что Окоп и друзья, и помощники, и волонтеры помогли создать этот замечательный фильм «Пепел» по поводу событий, которые там происходили, и подчеркнуть необыкновенную значимость амшенского, красивого амшенского языка. Я спросил Окопа, не возражает ли он, чтобы я периодически показывал кусочки этого фильма на видео, на своем видео, для распространения. Вы понимаете, для чего, да? И Окоп мне сказал, что да, я готов ответить на любые твои вопросы. Я вот читаю его ответ в письменном виде. Показывай, где хочешь и как хочешь. Это только плюс. Вот пишет Окоп. Актеры все наши друзья, спортсмены, музыканты, операторы, фотографы, трактористы. Вот интересный пример, ребят, того, как мы, армяне, объединились. Вот говорят, армяне не объединяются. А вот наш Окоп и вот эти замечательные люди, они объединились и сняли этот фильм. Да, он любительский. Понятное дело, что это не Голливуд. Вот. Ребят, ну это же останется в истории нашего народа. Это драгоценный бриллиант, который создал Окоп и друзья, который остается в истории армянской расы. Вы понимаете, сколько подобных фильмов мы можем создать? И для этого требуется всего лишь одно инициатива. Вот Окоп рассказывает, что оружие нам предоставили с армянской общины Абхазии. Ну вот эти вот древние там, ну да, древние там, оружие там, пистолеты или какие-то там, маузеры. Это в основном макеты. Вот. Ножи, сапоги, папахи, наганы, парики, кровь искусственная и много другой мелочи покупалась на интернете. Понимаете, это все расходы. Покупки заняли целый год. Одежду нам шила некая замечательная женщина по имени Нвард. Н-В-А-Р-Э-Д. Естественно, она это делала бесплатно. Ребят, я об этом вам рассказываю. Акоп рассказывает мне, я рассказываю вам о том, как люди сложились, как люди работали над созданием этого. Пускай он называется любительский фильм. Мы можем иметь миллион таких фильмов обо всем, что касается нашей культуры, нашего прошлого, нашего настоящего и будущего. Вот. Акоп пишет, что монтаж, озвучку и наложение эффектов это он делал 4 месяца. Вот. Акоп пишет. В итоге получилось то, что получилось. Получился бриллиант, дорогой Акоп и друзья, получился бриллиант армянской культуры и цивилизации, который при данных условиях, в которых мы находимся, находит притворение в жизнь подобным замечательным фильмам. Рассказывает Акоп о фонде, который был создан. Он был небольшой, но и это имело колоссальное значение, потому что без этих дополнительных средств ну невозможно было бы обеспечить и пребывание людей в местах съемки и, скажем, обеспечение на еду, на транспорт и прочее. Из этого покупалась аппаратура. Я, вы знаете, я когда это сегодня вот ночью прочел, и вы знаете, я еще раз говорю, мне 69 лет. Меня заставить плакать невозможно, но у меня слезы на глазах, вы понимаете? От умиления, от умиления, что это мы, вот эти разговоры о том, что армяне, они индиферентные, они не хотят... Да, вы так думаете? А это что, не объединение? Я буду показывать кусочек, по кусочкам это видео. Я хочу вас сейчас предупредить, что те моменты, которые связаны с вайланс, то есть сцены, скажем, насилия и так далее, я буду останавливать. Я не могу это пропускать на Ютубе и на видео, потому что они мне, естественно, сделают замечание мне и, возможно, вообще закроют канал из-за этого. Но его, вот эту суть этого замечательного фильма мы с моими маленькими, моими субъективными комментариями, которые мне приходят в голову, мы будем продолжать. Когда-то давным-давно у меня на работе, в моей больнице, я зашёл в отделение педиатрии, я уже об этом рассказывал как-то раз. И вот иду я по коридору и остановился. Стоит с левой стороны женщина, как-то странно одета, ну, не по-нашему, не по-американски, так сказать. Что-то вроде платка на ней, лицо такое грустное. А рядом с ней стоит ребёнок, который смотрит на меня снизу вверх. И вот я когда посмотрел в эти глаза, я остановился. Почему? Я остановился, потому что я узнал в этих глазах нашего ребёнка. Я повернулся к ней и спросил, здравствуйте, мол, что вы здесь делаете, чем могу помочь. Я говорю, кто вы будете и так далее. Она говорит, мы армяне из Турции. Так вот эти глаза, я возвращаюсь ещё раз к этой фразе с глазами. Я увидел те глаза, которые вы сегодня увидите в этом видео. Я эти глаза вам покажу. Они не меняются. Вы понимаете? Вы узнаёте эти глаза. Это что-то особенное в этих глазах. А вот что, я не знаю. Вы скажите. Итак, поехали. Сейчас, дорогие мои. Сейчас, 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 сейчас. Значит, тут же не успела я начать это дело показывать. Оно тут же остановилось. Да что это такое? Ладно. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы посмотрим, где что к чему. Ну, так. Не хочет выходить. Выйдет. Ну, короче говоря, к чему я это всё говорю, что потенциал к созданию этих фильмов разных, разных, самых, самых интересных, совершенно невероятный, ребят. И если вот наш, дорогой окоп и друзья, там, в Краснодарском крае, как я понимаю, сумели создать подобное чудо, я думаю, мы все можем в этом участвовать. Мы можем найти одного человека, двух, десяти, десять человек, которые будут, которые согласятся заниматься созданием фильмов. Нам нужно создать фонд. Нам нужно на это дело собирать деньги. Давайте я сейчас переведу в ту часть, которую мне надо. Вот как раз после этого. Вот оно пошло. Да, Габрир. Добро пожаловать, Сэр. Это Торниглз, шат Ирган Бадмутинэ. Эй, гиди, баштон Огли, Гарабид. Войдых, ис, войдых. Памбук-Лух, Келла. Село Памбук-Лух проживало свой последний день. Проживало свой последний день. Габрир, урверчин хангист Оля. После разговора с Гавуром Али Гарабид направился в лес Якуштипи искать Ситрака, которому отчим верил. Якуштипи искать Ситрака, которому отчим верил. Гавур Али не мог спокойно сидеть и ждать. Недолго думая, направил свою лошадь в сторону дома. Матоша. Али был тот турок, который знал цену дружбы. Глаза. Вот Гавур Али едет своим армянским друзьям. Гавур Али едет Глаза. Видите эти глаза, ребят? Глаза. Настороженные глаза, которые все время ждут неприятностей. Добрый вечер, Ситрак. А вот Ситрак на него наставил оружие. Карапет. Это Карапет. Они сидят. Посмотрите, какие наши ребята молодцы. Как они воссоздали историю. Ничего не могу сказать. Дом у тебя хороший. Я понимаю, что ты пришел не только мой дом смотреть. Вчера мне друг турок сказал, что в каждый город и село принесли закрытые письма, касающиеся армян. Что? Что нас погонят? Мне больше нельзя появляться в селе. Надо спасать сельчан. Какие у тебя мысли? Что будем делать? Чтобы решить этот вопрос, я и пришел к тебе. Пришел посмотреть, сколько людей поместится в пещере. Боюсь, одной пещеры будет мало. Обратите внимание на экипировку турецкого солдата. Как это подобрано. Как это все. Посмотрите, как это. Здравствуйте, Лусик-бебе. Здравствуйте, Лусик-бебе. Здравствуй, Али. Здравствуй, Али. Здравствуйте. Вот приехал их друг турок. А вы маленького ребенка поворот головы видели? Знаете, такой осторожный. осторожны вы понимаете да вообще вот какое вообще все это на этих детей было оказано из подволь вот этот вот страх мы можем себе это позволить армяне чтобы это продолжалось вон детишки сидят матроса доната матрос дома матрос ушел по своим делам но вечером будет дома заходили может кушать хочешь он не голодный но айрам выпью сейчас принесу нам это надо а вот это нам надо а вон ребенок смотрит али смотрит на детей видимо он бедный боится тоже вижу он в ужасе нормальные люди да сколько было нормальных людей боится он из-за них боится из-за себя боится с ума сходит человек вы видите спасибо говорит и что случилось али почему такой грустный до хорес меня отправили за матросом около церкви собрание будет собирают всех мужчин от 16 до 60 лет видите у него выражение лица какое печальное в ужасе посмотрите на ее лицо посмотрите какая музыка как она все подобрана да это любительский фильм но сколько в этом любительском фильме силы какой профессиональный фильм заменит вот это лицо и это выражение ужаса который наступает она не боится она просто в ужасе от того что может произойти это не страх это другое на смерть пароварда же правительство сошло с ума никто не знает чем закончится это собрание за армян ничего хорошего не жду вот благородно говорят было очень много таких вы знаете вы же прекрасно знаете что вот такая черно-белая история которая нам рассказывают это тоже делается по своей определенной причине люди есть люди там внизу это вот как мне рассказывают как была жизнь там баку и так далее да люди есть люди там внизу внизу люди есть люди но об этом не принято говорить вы видите ее лицо вы видите вот этот вот ощущение надвигающейся катастрофы завтра я вам ничем помочь не смогу меня тоже убьют он прямо говорит его тоже убьют вчера гарабеда тоже сказал что знал но жена и ребенок еще дома опоздает вот вот этот момент вы видите этого ребенка вот там у меня в больнице я видел вот такое же вот замечательное существо он правда мне смотрел в глаза снизу вверх вот это чудо посмотрите на эти глаза вот 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 что вы видите на лице страх нет вы видите лице то что ребенок понимает что происходит и он как будто вот этот ребенок как будто видит будущее вы понимаете что делается он как будто видит это будущее которое происходит это обалдеть может вот этого понимаете я знаю что когда окоп будет смотреть это видео он подтвердит мои слова ребенок видит будущее вот оно у него на лице написано увидит этот кошмар который нас ждет вы не опоздайте лусик биби глаза глаза посмотрите на глаза иисус детьми будет трудно когда матас придет детей приводите к нам айца вот там спасибо окоп джан спасибо дорогие друзья за то как вы обрисовывали этот момент в жизни наших амшинских армян приводите детей и уходит с тяжелым сердцем и вот обратите внимание друзья то же самое выражение лица как было у ребенка ребенку передается это от матери вот это вот ожидание ужаса глаза глаза и и и он и была бы рядом мамочка это я предполагаю это сыночек который подрос все если они не вы как они пожилой вот он оружие чинить лица лица сапер принеси что сказал не могу не понял пропустил принеси мне иголку где она куда положил на перекладине бабу дедушка нам сказали что всех молодых мужчин собирают около церкви на собраниях это когда вас собирают кич маятка и гоган хитмонцов скоро придут за мной и не бабу и чима мать что дедушка почему задумался сынок тебя обманут от них ничего хорошего не жди вот на этом я сейчас остановлюсь дорогие друзья на этом мы закончим эту передачу я считаю что существует огромная необходимость делать эти передачи не только мне всем остальным не ругать турков русских азербайджанцев отделом заниматься рассказывать миру кто вы такие почему мир живет в неизвестности о том кто мы такие очень многое зависит от нас от нашего желания рассказывать о себе преподносить этому миру информацию государство наше этого не делает и она не в состоянии это делать потому что это не наше государство а вы армяне по всему миру молчать не должны а коп там я здесь вы понимаете это наша сеть в которой мы должны объединяться я на работе давал слушать эту музыку люди не верили что подобное может быть вы верите они говорят что это что это я говорю это это армянская музыка она же душу разрывает правда откуда она берется такая вот просто интересно вот атеисты говорят вот кларнет вот он играет все да да откуда вдохновение идет а от атеистического воззрения или от чего-то еще почему вам что-то так нравится как этот фильм был создан право всех этих армян потому что он всего лишь отражение того что якобы было или туда вложена душа окопа его друзей которые создали это чудо вот поэтому надо это все пропагандировать рассказывать показывать показывать своим русским друзьям азербайджанским друзьям турецким учить этих невест учить этих невест о том кто рядом с ними находится вот такие дела друзья молодец фрам молодец фрам это одна из лучших музыкальных зарисовок которые когда-либо в жизни слышал это гениально совершенно айврам айврам там написано 1,8 миллиона просмотров 4 года назад это душа кавказа нет не душа кавказа армянская душа а кавказ это приложение к армянам так же как и все что существует вокруг армян и армении включая религию и прочее это приложение к армянам вот видите он прямо аж глаза закрыл итак дорогие друзья заканчиваем сегодня передачу вот я надеюсь это было полезным она будет короткой познавательной показывайте это видео другим может поймут что-нибудь у нас счастливо пишите пишите дорогие друзья пишите и большая благодарность нашему окопу и друзьям огромное спасибо спасибо